Забит Магомед Шарипов был настоящим феноменом и при этом настоящей загадкой смешанных единоборств. Скромный и вежливый вне боя, в клетке Левринген превращался в настоящего терминатора и ломал всех соперников одного за другим. Причем делал это он невероятно зрелищно. Боец, который подряд сокрушил шесть соперников UFC, стал настоящей звездой в Америке. И заслуженно ожидал титульного боя, но так и не дождавшись, внезапно для всех объявил о завершении карьеры. На своем пути он сокрушил немало крутых бойцов, но что характерно, не в США, а на российских турнирах он встретился с самой жесткой оппозицией в своей карьере. Один раз это было в финале чемпионата России по ДГТМ Ван Глобал, и мы про этот бой еще обязательно расскажем. А вот второй посмотрим прямо сейчас. Это случилось в финале гран-при легковесов в ProFC в 2013 году, где соперником Забита стал один из самых стойких и бескомпромиссных бойцов того времени. Игорь Егоров мало того, что был двукратным чемпионом мира по рукопашному бою, так еще и служил в спецназе внутренних войск, где за год до описываемых событий сдал на краповый берет. А потому он выходил на каждый бой как настоящую битву. И в тот вечер схватка этих двух великолепных бойцов стала настоящим украшением турнира. Игорь Александр Таун также является. Ну и тот человек, который прошел несколько стадий отборочных, в том числе и полуфинальную стадию, и вошел в этом самом дивизионе 70 килограмм в финал гран-при. Школа, которая представляет пять сторон света, тренер Гусин Магомаях и Александр Буряк. Гаджи Карайфову здесь привоз и выводит. И что соответственно? Четыре боя, три победы, одно поражение. И тут по один игол из Пазоверта. Боевой Орел. Здесь бой легким, в общем, по сути сказать, я не вижу. Я не вижу, потому что два спортсмена примерно равного уровня. Попал навстречу. Короткий левый снизу. Боксерская стилистика, здорово. Распространены удары по ногам, наверное, да. О, взятой размен, право-прямой, лево-сбоку. В разрез попадает, как раз забит. И тут же почувствовал, что попал. Еще попал левый снизу. Хорошо попал, трепка. Картина изменилась. И тут же навстречу отвечает Игорь. Левый, только из левши, сейчас попадает, забит. Из левши, вопеченный с ноги, с колена, с руки. И причем меняет этажи. Что, конечно, Игорь Егоров, Байчара, еще тот, кто терпит. Терпит и волевой. Вот правый луру с данной дистанции точно попал. Разорвать ему. Ему-то, конечно, разорвать дистанцию, продышаться ли не лучше. Мне кажется, Игорь вот сейчас... Бросается в размер. Рановато, рановато. Но куда? Он не уверен сейчас, не уверен в себе. И ударной технике, конечно, вот сейчас неуженным взглядом забит его при Москве. В том числе и скоростных возможностях. Да, рифры поднимет в стойку. Вот опять в разрез право-направо. Посмотрите, Дмитрий. И сейчас левшу становится. Забит. Аккуратно закручивается против часовой стрелки. Рассечение... О, здесь правый лути попал. Еще один мощный. Хорошее оружие, которым по-настоящему владеет классно Игорь Егоров. Правый короткий быстрый лоу. С передней дайки. Попытка с дальней дистанции. Ну, это мимо. Он опять бросается сам Игорь. Опять, опять попал. Два точных ударов бойца. Мазик. Да, он терпит эти удары. А на самом деле человек чуть более-менее пробитненький. Могу упасть от таких ударов. Хотя при этом 24 года. Спортсмен тоже опытный. Опытный, да. Но бросается. Не подготовил в атаку. Чтоб тебя так с искачка бьет. Видно, как бьет. И Забитого уже прочитал в этом отношении. Я могу уже уверенно заявить, что прочитал и назначил. Кстати, вертушка подвечная. Пока не туда. Но проигрывает. Безусловно, пока проигрывает. Игорь Егоров. Надо менять тактику. Он пытается добраться до партера. Но до партера как? Со связок надо заходить. Заходить со связок. С одиночным ударом он не успевает. Вот перебивает сейчас. Внутренний, точный. Еще раз слово внутренне повторное. Сейчас переводят сразу же два. Это классики, тот жанр К1 на клик-боксе. Два нижнего уровня. И тут же в миддл, либо в хайкик. С левой ноги. Прикормить и ударить, да? Да, здорово. Сейчас расслабился. Задут на гарантию. Руки подопустил, начал играться. Не рановато. Первый раунд только. Еще как минимум два. Чемпионский бой вполне себе. Да, он сейчас ничего не пропустил. В первом раунде практически ничего. Хорошо. А вот здесь попытка опять проходила. Не дает, Забит очень грамотно защищается. Типка такая четкая. И, знаете, во вторно. Хороший бой. Дмитрий Глаз наоборот настоящий. Боец это главный человек на любом событии. В любом событии. Он занят. Просто, к сожалению, есть примеры другого характера. Да, да, да. Есть и примеры других спортсменов, которые не то что разговаривают, но хотят. Ведут себя немножко неправильно. Такое тоже случается. КММ-к стоит это отнести последнее. Опять. Второй раунд. Давай, давай. Здорово. Вообще. Боль, конечно, будет иногда потрясающим. Здесь еще ничего не решено. Мне еще нравится вот хоккей. Там стоит боец с такой уровнем, что... Пальцем в глаз. Он показывал, что пальцем в глаз попал. И не исключаю, кстати. Кстати, так, смотрите, правильно стоит Игорь Егоров. Так, правильно именно классический леонтарник. Классическая стойка такая, знаете, здорово смотрится со стороны. Харки смотрим. Да, был джем, двойный, но... Вот здесь чуть-чуть... Пока Докфист попал, он по печени попал. Классный бой. Как я получаю удовольствие невероятное, это все. Понятно. Это бой по ММА напомнился. Да, кстати. Потому что это так уж отреклись. Будут решать ударки. Здорово. После Докфиста не уплое. Мне кажется, Игорь перекачан все-таки вот с правой руки, особенно, вот поэтому он доставляет свой удар очень долго, в отличие от Забита. Вот здесь Калин, кстати, здорово выбросил, причем вовремя. С ударом снизу вышел. Бунус. Есть. Правый на левую. Здесь почувствовал Забита, что попал, еще хочет дополнить. Тут правый лоу, навстречу сейчас Игорь попадает. В самом деле это равновесие, вправо пропускает через руку, он сквозь Бептиз защиту и в левшу. Вот когда Забита вернулся в левшу, сейчас он вернулся в свою стойку, когда он остановился в правостороннем стойке у него, где Игорь получался с левшой чином. Ну что, неужели подсел немножко Забита, еще устал, не выморился. Видно. Не похож пока. Дабл-дж, посмотрите, и просто никак не реагирует. И тут же справа, и тут же левый мидл. Ну, подустал. Классическая боксерская комбинация. Подустал, да, Дмитрий. Левый внутренний, но тик точный. И почувствовал Игорь Егоров, что, знаете, в сутболе он функционален в этом бою сейчас. Хотя бы он пропускался больше. И каких ударов он пропускал. Это не одиночные, сейчас живые, которые идут. Хорошие удары, подготовленные. Да, с лиминацией, да. Подготовленные. Уж насколько мы об этом Максиме сговорили, насколько редко интересные бывают, или неинтересные бывают финалы. Здесь ребята, конечно, карты брошены на стол. Да, неправо. Давай. С одной стороны и с другой стороны. Ничего просто не будет здорово. Ищет, ищет сейчас Игорь Егоров. Пробует сейчас разные варианты. Смотрите, показывает глазами на пулуище. И готовит атаку с вами. Вот перевод, сэркипанка, первый раз. Вот первый, первый перевод. Первый перевод. Здесь как себя поведут, у меня скораят. Хорошо рядом находится, хорошо все это видит. Голова. Интересно. Давай, 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 давай. Да, здесь более Игорь Егоров уверен. Ну да, он и лет вперед за счет физической мощи прежде всего. И удары из гарда. Удары из, ну, если не вполне, из гарда. Так-то здесь располагает. Можно что-то придумать. Посмотрите, Дмитрий. Да, вижу. Вытягивает. Далее, вот так есть. Здесь только физическая сила, на самом деле, Игорь Егоров, может, я думаю, спасти его от болевого приема. И позиция. Здесь отжать его некуда. А вот сейчас есть удар. Физику у Игоря, церкви, мышцы. Сейчас он, ну, сейчас вытягивает. Забит. Забит к сетке прижат. Развернулся бы чуть-чуть, и тогда прием пойдет. А сейчас в какую сторону он крутится? Ну, осталось так вставать на голову и стараться соперника свалить. Соперник это прекрасно понимает. Игру нельзя сейчас падать. Молодец. Положь, колено, колено. И все, тут так просто оказывается. А еще третий раунд. И здесь, посмотрите, что сделает Игорь Игорь. Вот тут взрывается аудитория. Начинает болеть усиленно за бойца из клуба «Олимп». Десять секунд концовка. Тут же развернулся и дает концовку. Десять секунд озвучивает по самому. О, хорош, о, хорош. Еще попал. Вы по корпусу говорили. Он уносит за Игорем Игорь. Действительно, люди говорят, прекрасный бой. Потому что действующие бойцы, как за Гасану Балатов, бойцы Академии России, это прекрасный бой. И сейчас эту бойцу, знаете, цвета из Найкорца. Который локоть в стойке, вот пошел. А не, что-то уделяется в UFC в страйк-форсе. Ну, да, ну, почему-то. Уже поглотило в UFC, конечно, эту организацию. Вот лоу, вот это лоу, это оружие, которое я с самого начала отметил, с самого начала первого раунда. Это оружие Игоря Игоря. Хороший у него лоу, кикстра. Ну, и болевой, конечно, боец. А забит встал. Забит встал, руки стали как раз опускаться на пояс. Уже тяжело дышать. И угол его это прекрасно понимает. Игорь сейчас мнится, мне будет его подгружать дальше. Еще больше. Смотрите. Конечно. Вот. Перевод за счет силы. Перевернуть. Плечом придавить. Еще немножко полежать. Как, собственно, говорил Алексей Ильинич, все вполне логично. Просто из нас поставить гирю сверху. Он будет тяжело. А если вот эта гиря еще, по-моему, сверху будет бить. Да, вот сейчас полный, по-моему, пиодичек. Вот сейчас на... Опа. Не смостишь. Грамотно. Уйдешь, можно и смостишь. Грамотно. Забит защищает. Забит защищает. И сейчас попытка. Ого надо будет. Но он ее не делает. Уберила силу нужная. А вот и штабовый. И штабовый. Пошел, 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 пошел. Не перехватился. А вот и перехватился. Сейчас физическая сила. Посмотрите. Вот сейчас за счет физики только можно вытянуть. Игра. Можно было попить. Да. Но вытянуть. Представляете, вот то, о чем мы говорим. Физическая сила опять. Очень. Очень вынослив. Вот это Игорь Егоров, я вам скажу. Проигрывая дрызь в первый раунд, чуть не упал. И нокаутом мог проиграть этот поединок. Как он вырвал этот бой. На морально-волевых. На невероятной мощи и физической силе. Вот то, о чем мы говорим. Тут его тоже микрооружие и, конечно, его прокаченность. Вот эта мощь, она видна была, конечно. Великолепный бой. Это визитная карточка Лиги Смешной Новых. Про и все такие бои. Это супер. Что-то тебе нравится. Дмитрий, я уверен, что он будет не в Северной Америке. Дмитрий, я уверен, что он будет не в Северной Америке. Северной Америке. Дмитрий, я уверен, что он будет не в Северной Америке.